Контрреформация и религиозные войны Распространение реформации напугало папство. Страна за страной уходили из подчинения Папе Римскому. Это означало сокращение влияния и доходов. Папство оказывало покровительство Священной Римской империи, поэтому ослабление папства затрагивало и интересы германского императора. Так как императором в те годы был Карл V, король Испании, реформация угрожала интересам огромной державы, в которую входили Испания, Австрия, Нидерланды и обширные владения в Германии и Италии. С другой стороны, многие простые люди Средневековья разочаровались в идеях реформации. Конечно, рассуждали они, в церкви многое неладно, но если дом покосился, его надо ремонтировать, а не поджигать. Протестанты вводили церковь в дешевую, но скучную. Без торжественных обрядов, без пышной утвари, без частых праздников. А с теми, кто недоволен, в протестантских общинах поступали так же жестоко, как и в католических епископствах. Так к середине XVI века сложился союз разных общественных сил, направленный против реформации. Эта борьба с протестантами стала называться контрреформацией. Еще папа Иннокентий VIII в конце XV века усилил инквизицию для борьбы с колдунами и чародеями. В 1542 году папа римский Павел III подчинил инквизицию лично себе и существенно расширил ее права. Эта организация стала основным орудием в искоренении ереси в католических странах. Жертвой инквизиции стали многие выдающиеся мыслители Средневековья. Например, инквизиторы обвинили в ереси и казнили Джордана Бруно, высказывавшего мысли о бесконечности Вселенной и возможности существования жизни на других планетах. По всей Европе пылали костры инквизиции. Однако были земли, где инквизиторы уже не могли действовать открыто. Поэтому в 1534 году был создан Орден Иезуитов. Основателем и первым руководителем Ордена стал Игнатий Лайола. Наивысшего могущества Орден Иезуитов достиг в середине XVII века. Этот монашеский орден был специально предназначен для борьбы с врагами папства и защиты католичества. Из принятого догмата о непогрешимости папы иезуиты делали выводы о необязательности подчинения монархам и законам, если это делается для блага католичества. В особых случаях иезуиты допускали даже убийство государя, вещь, неслыханную в средние века. В своих действиях иезуиты исходили из принципа «цель оправдывает средства». Их целью была защита католичества от протестантов, и для этого они были готовы на любые преступления, ложь, нарушения клятв, кражи и даже убийства. Орден иезуитов был строго централизованной организацией. По всему миру иезуиты выполняли приказы своего главы, генерала Ордена. Все континенты были разделены на провинции Ордена, во главе которых стояли провинциалы. В такую провинцию могла целиком помещаться целая страна или даже несколько стран. На Триденском церковном соборе папству удалось настроить всю католическую церковь на борьбу с реформацией. Время переговоров и раздумий прошло, настал час наступления на новых еретиков. На этом соборе было принято решение о непогрешимости решений Папы Римского, была учреждена церковная цензура и составлен индекс запрещенных книг. Там же было принято Триденское исповедание веры. Все духовенство было обязано принять его, а всякое отступление от Триденского исповедания считалось ересью. Для борьбы с протестантами требовались хорошо подготовленные, не просто грамотные, а искусные введения богословских дебатов проповедники. Специально для подготовки таких проповедников было открыто несколько семинарий. Вскоре у католической церкви появилось достаточно опытных ораторов для диспутов с протестантами. Самым известным из них был Иоганн Эк. Кроме императора Карла V, контрреформацию активно поддержали государи Баварии, Польши и еще нескольких стран. В этих государствах протестантов штрафовали, изгоняли, а иногда и казнили. Филипп II, ставший королем Испании после Карла V, даже совершал военные походы для поддержки католиков в Англии и Франции. В некоторых странах контрреформация привела к так называемым религиозным войнам. Религиозные войны в Германии и Франции В 1521 году император созвал в городе Вормс Рейхстаг, имперский съезд, на котором предлагалось обсудить вопрос о церкви и реформации. Император надеялся, что на Рейхстаге авторитет папы и большинства феодалов заставит протестантов отступить, но Лютер, прибывший на Рейхстаг, отказался раскаиваться. Перед приездом император гарантировал Лютеру безопасность, поэтому Лютер беспрепятственно покинул Рейхстаг. После этого на Лютера папой было наложено отлучение от церкви, а императором — опало, объявленное на Вормском Рейхстаге. Так сам Лютер был поставлен вне закона, а его учение объявлено преступным. Однако Лютера взял под защиту саксонский государь. Вообще среди сторонников реформации было много крупных германских феодалов. Они поддерживали протестантов еще и потому, что опасались усиления императора. Так в Германии в реформации смешалось несколько противоречий. Между феодалами и церковью, ставшей крупным феодалом, между феодалами и императором, угрожавшим правам крупных феодалов, между феодалами и крестьянами. Вскоре феодалы-лютеране создали военный союз. Этого император стерпеть не мог. В 1547 году армия императора Карла вторглась в Германию и в битве при Мюльберге разгромила протестантское войско. В следующем году император закрепил успех, заключив мирный договор. По этому договору лютеране были обязаны признать, что есть лишь одна церковь, главным епископом которой является папа. Но капитуляция лютеран была недолгой. В 1552 году они вновь восстали. На этот раз они заручились помощью французского короля Генриха II. За это Франции были обещаны три епископства. Король Франции сам был католиком. Одним из его титулов было наихристианнейший король. Однако это не помешало ему выступить на стороне лютеран против императора-католика. В результате новой войны был заключен мир, по которому немецкие лютеране впервые получили свободу вероисповедания. Вскоре протестанты добились еще более важной победы. В 1555 году был заключен Аугсбургский мир. В этом мирном договоре свобода вероисповедания, свобода совести гарантировалась принципом «чья власть, того и религия». То есть протестанты имели право исповедовать лютеранство там, где государь был лютеранином. Религиозная война в Германии закончилась полной победой протестантов. По-другому сложились обстоятельства религиозных войн во Франции. Во второй половине XVI века кальвинизм был широко распространен на юге этой страны. Он стал политическим знаменем, под которым собирались дворяне-южане, стремившиеся ограничить власть короля. Во главе их встали некоторые члены боковой линии правящей династии принц Канде Генрих Наваррский и адмирал Калиньи. Для королевской власти было естественно опереться на католиков. В Париже был создан специальный суд «Огненная палата». В этой палате велось следствие по обвинениям в ереси и оскорблении католичества. Но глава католической лиги герцог Дегис тоже стремился к ограничению королевской власти. Некоторые французские мыслители тех лет пришли к небывалым для того времени выводом. Например, философ Жан Боден предлагал специальным законом ограничить власть короля и даже признавал право народа на убийство тирана. Поэтому короли были вынуждены колебаться между двумя партиями, не позволяя усилиться ни одной. Начиная с 1559 года, на юге начинаются беспорядки. Кальвинисты, во Франции их называли гугеноты, стали захватывать церковные владения. Король Франциск II не смог навести в стране порядок. С 1562 года отдельные стычки переросли в настоящую войну. Обе партии пользовались помощью из-за границы, гугеноты из Германии, Нидерландов и Англии, а католики из Испании. После ожесточенных сражений последовал мирный договор в 1570 году, по которому гугеноты получили право занимать государственные должности и исповедовать свою религию по всей Франции. Кроме того, им были пожалованы четыре крепости. Казалось, протестанты одержали очередную победу. Но в 1572 году вожди католической партии с молчаливого согласия короля Карла IX и его матери-королевы Екатерины Медичи организовали резню гугенотов, съехавшихся в Париж для участия в торжествах по случаю свадьбы Генриха Наваррского и сестры короля Маргариты Валуа. Варфоломеевская ночь Расправа над гугенотами состоялась в ночь праздника святого Варфоломея, поэтому в историю это событие вошло под названием Варфоломеевская ночь. За этим последовала новая война, и вновь гугеноты сумели настоять на своем. По мирному договору была подтверждена свобода исповедания. Король был вынужден признать автономию гугенотского юга. В 1585 году католическая знать вновь заставила короля начать войну с гугенотами. Теперь католическая лига во главе с герцогом Дегизом сама старалась ограничить власть короля. Французскому королю Генриху Третьему пришлось воевать сразу на два фронта против гугенотов и католической лиги. Генрих Третий казнил Дегиза, но был не зложен. Тогда Генрих Третий заключил мир с гугенотами и вместе с ними осадил Париж. Во время осады Генрих Третий был убит монахом, подосланным католической лигой. Еще недавно это было бы немыслимо поднять руку на помазанника божьего. После этого королем стал Генрих Наваррский, предводитель гугенотов, но Северная Франция не признала его. Страна разваливалась на части, в ней начались крестьянские восстания. Наконец, католическое духовенство и парижская буржуазия, напуганные размахом беспорядков, признали королем Генриха Наваррского. Генрих, в свою очередь, перешел в католичество. Легенда приписывает ему фразу «Париж стоит мессы». Эта фраза означала, что ради согласия с населением столицы стоит отказаться от религиозных разногласий. В 1598 году Нанский Эдикт завершил религиозные войны во Франции. По этому Эдикту католицизм оставался господствующей религией, но гугенотам предоставлялась свобода исповедания почти по всей стране, за исключением Парижа и некоторых других городов. В течение XVII века Нанский Эдикт постепенно ограничивался, пока не был окончательно отменен. Таким образом, во Франции религиозные войны завершились победой католицизма. В христианстве уже было две конфессии — католичество и православие, теперь появилось и третье — протестантство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова